Всем привет, с вами Дарк, и сегодня я вам покажу очень крутой аддон про Человеков-пауков. Я уже всё подготовил, и в этом аддоне просто огромное количество костюмов Человеков-пауков. И помимо Человеков-пауков, то также есть его злодеи. Ну что же, давайте начнём по порядку. Первый костюм, это у нас самодельный костюм Человека-паука Тоби Магуайра. Вот так вот мы круто выглядим, это его первый самодельный костюм. Вот такие вот обычные спортивки, кроссовки, вот такая вот крутая на нас кофта с эмблемой Человека-паука, вот такая вот смешная маска, в общем-то вот такой вот самодельный костюм Тоби Магуайра. И давайте посмотрим на его способности. На букву R мы можем замедлять время, на букву X мы можем летать на паутине. Как вы видите, спереди нас появляется вот такая вот паутина, и мы типа летаем на паутине. На правой кнопкой мышки мы можем стрелять паутиной. И также на пробел можем вот так вот парить вниз. С этим костюмом всё, и переходим к следующему. Это его уже нормальный основной костюм Человека-паука Тоби Магуайра. И по способностям, ребята, он остался точно такой же. Но перед тем, как мы перейдём к следующему костюму, можете посмотреть, как он выглядит. В принципе, текстура крутая, очень всё качественно сделано. Но единственный минус, то что это выглядит не по-майнкрафтовски. Но в принципе тоже круто. А следующий это ещё один такой же костюм, только когда в него вселился симбиот Веном. И вот так вот мы круто выглядим. И способности, кстати, у него опять точно такие же. Следующий костюм, это у нас самодельный костюм уже Человека-паука Эндрю Гарфилда. Как вы видите, его самодельный костюм совершенно отличается от, например, самодельного Тоби Магуайра. Потому что у него тут обычная вот такая вот красная маска. И его обычные штаны. И, в общем, самая обычная одежда. И по способностям он точно такой же, как все до этого Человеки-пауки. Способности никакие новые не добавились. Всё осталось точно так же. Да, к сожалению, тут не очень всё разнообразно по поводу способностей. Но, ребята, это всё-таки аддон к моду FIX Super Heroes. Это не полноценный мод, это всего лишь аддон. Но всё равно интересно, думаю, на это посмотреть. И поэтому, в принципе, вот так вот он круто выглядит. Вы сами можете наблюдать. Переходим к следующему. Это уже вторая стадия костюмов Эндрю Гарфилда. И вот так вот мы круто выглядим. Вот такой вот костюм был в первой части его фильма. В принципе, вот такой вот прикольный костюм. Мне он очень нравится. Жёлтые вот такие вот линзы. И, в принципе, тоже способности у него остались точно такими же. Следующий, это уже третья стадия костюма Челкпука Эндрю Гарфилда. И тут уже его полноценный нормальный костюм. И способности у него тоже остались такими же. А вот уже следующий идёт Челкпук Том Холланд. И тут его идёт первый самодельный костюм Тома Холланда. Вот так вот он круто выглядит. По способностям он тоже остался таким же. А вот уже следующий, это у нас костюм издаля дома. Вот так вот мы круто выглядим. И способности у него остались тоже точно такие же. Но можете посмотреть на его крутой вот такой вот костюм Следующий это у нас Человек-паук, Железный паук И вот так вот мы круто выглядим Это костюм, который сделал ему Тони Старк И он с этим костюмом сражался против Таноса И в принципе вот такой вот крутой костюм А вот уже следующий костюм появится у нас в фильме Человек-паук, нет пути домой Это костюм, если что, обратная сторона этого костюма То есть этот костюм, это тот же самый костюм, как и этот Просто он этот костюм вывернул наизнанку И в итоге получился вот такой вот костюм В принципе вот так вот мы круто выглядим И способности опять остались те же самые Переходим к следующему, а это у нас Человек-паук Майлз Моралес А вот тут уже есть новые особенности в этом костюме Если мы используем паутину на правой кнопке мышки То как вы видите у него паутина такая немножко светящаяся Давайте включим ночь, найт И как вы видите, если мы сейчас используем эту паутину То она такая немножко голубая Если мы например активируем паутину вот на этом костюме То она обычная белая А вот у Майлза Моралеса она такая голубовато-синяя Также Майлз Моралес умеет становиться невидимкой Нажимаем на кнопку F И вот так вот мы стали полупрозрачным невидимым Майлз Моралесом Слава богу, что хотя бы у Майлза Моралеса есть какие-то отличительные способности И мне это довольно нравится Вот так вот мы немножко прозрачный Майлз Моралес Нас еле-еле видно Если не присматриваться, то издалека нас почти не будет видно Но мы переходим к следующему А это у нас костюм Человек-паука из игры про PS4 И способности у него никаких новых не появились Опять такие же способности, как у этих Переходим к следующему Это у нас уже вот такой вот костюм Спайдермена И в принципе способности тоже остались те же самыми А вот уже следующий костюм Это у нас костюм Человека-паука из мультика Грандиозный Человек-паук Думаю, если вы смотрели этот мультик, то вы узнали этот костюм И вот так вот мы круто выглядим Способности опять остались те же самыми Но зато у него есть Но зато у него есть тут симбиотический костюм Человека-паука Из мультика Грандиозный Человек-паук Вот так вот мы круто выглядим Костюм мне тоже нравится очень сильно И последний костюм Человека-паука Это у нас костюм Человека-паука из мультика «Что если». Вот так вот мы круто выглядим. Если не ошибаюсь, это тот же самый костюм, который сделал ему Тони Старк, если не ошибаюсь, либо он немножко переделанный. Но, вообще-то, вот так вот мы круто выглядим, и, в принципе, на этом всё. С Человеками-пауками мы разобрались, и давайте перейдём к другим второстепенным персонажам. Первый персонаж в этом аддоне, это у нас вот такая вот Чёрная Пантера. Этот костюм очень детализированный, и вот так вот мы круто выглядим. У нас есть вот такой вот рывок, то есть мы можем вот так вот далеко прыгать, и больше способностей у него никаких нету. Переходим к следующему, а это у нас Рина. По способностям он просто очень сильный, очень далеко можно также делать рывки, как Чёрная Пантера, и, в принципе, всё. Следующий это у нас комиксный гоблин, и вот так вот мы круто выглядим. И, к сожалению, у него тоже нет никаких способностей, мы просто обычный гоблин. У нас есть небольшая у нас есть небольшая усиленная скорость, сила и так далее. Следующий тоже такой же гоблин, только он отличается уже текстурами. Это у нас гоблин из фильма Человек-паука 2002 года. Вот так вот мы круто выглядим. Блин, жалко то, что тут нет тут глайдеров, было бы очень круто. А следующий, это у нас уже ещё один такой же гоблин, как этот, только в Человек-пауке нет пути домой, у него будет вот такой вот костюм. А вот уже следующий, это у нас опять ещё один гоблин, только это гоблин из Ultimate Вселенной. Вот уже следующий, это у нас уже и сам Халк из фильма Тор 3 Рагнарёк. И вот так мы круто выглядим. Способности у него тоже нету, мы просто очень сильный Халк, мы можем делать вот такие вот рывки, у нас очень сильный урон и в принципе вот такой вот крутой, офигенный Халк. И к сожалению, ребята, на этом костюмы у нас закончились. И давайте под конец видео попробуем опять сразиться с армией свинозомби и посмотрим, как мы будем на этот раз сражаться против свинозомби. Итак, наносим наш первый удар и все свинозомби напали на нас. И теперь давайте начнём сражение. Итак, на нас даже криперы нападают. Давай, крипер, взрывайся. Хопа. Уклон. Хопа. Всё, начинаем битву против этих эту армию зомби. Надо сделать потише звуки, а то они слишком громкие. Всё, сражаемся, сражаемся. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Делаем прыжок вниз. О, прыжок в... Стоп, чё? Стоять. Прыжок вверх. Подождите. Я не это хотел сделать. Итак, прыжок вверх. Снизу кидаем вот так вот паутину. Ещё раз. Хоп. Вот так и сражаемся с этими свинозомби. Оп-оп-оп. Капец, их тут очень много. Так, тут ещё свинозомби. Опа. Оп. Сражаемся. Ещё раз стреляем. Паутину. Хоп. 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 Благодаря нашей ловкости мы за чётку паука очень легко побеждаем этих свинозомби. Это нам только на руку. Хоп. Я просто их перепрыгиваю, а сверху кидаю им вот так вот паутину. Опа. Опа. И мы почти всех победили. На. На. Хоп. Тут даже слизень опять напал, как в прошлом видео, где я показывал ладон про чётку паука. Хоп. Хоп. Всё, их осталось опять очень мало. И вообще было очень легко с ними справиться за чётку паука. И остался последний. Давайте как-то эпично его убьём. Давай. О. А, ещё один. Всё. А, ещё один. Всё. А, ещё один. Чёл. А. А. Зомби? Подождите, надо спасти. Я же чётку паука. Я должен спасать. Он зашёл в деревню. Нет, житель. Всё. Я тебя спас. Ну что же. А вот теперь уже точно будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Конечно же, прижимайте кнопку лайка. И если вы до сих пор не были подписаны на канал, то подписывайтесь. Напишите крутой комментарий. Напишите некоторые факты против Человеков-пауков. Желаю удачи всем посмотреть новый фильм Человек-паука. Всем удачи. И всем пока.